уважаемые коллеги приветствую вас добро пожаловать на канал школа продаж скиломания и в этом видео мы поговорим о том а что и как отвечать если клиенты нам говорят вы вы знаете нам это не интересно ой нам это не нужно обязательно смотрите до конца будет интересно почему решили записать это видео потому что хотя бы раз каждый продажник от клиентов эту фразу слышал нам ничего не нужно нам это не интересно у нас и так все нормально поэтому конечно у всех возникает логичный вопрос а как сделать так чтобы ответить максимально эффективно как сделать так чтобы клиент послушал внимательно после этого как сделать так чтобы клиент передумал после этого с этим как раз сегодня будем подробно разбираться для начала нужно понимать что природа возникновение этой фразы она может быть разная зависимости от того на каком этапе разговора эта фраза появляется ну например если вы позвонили клиенту. И с первых же секунд он вам заявляет, ой, не-не-не-не, спасибо, нам ничего не нужно, нам неинтересно, у нас и так все нормально. Это сопротивление. И природа этой реакции, это защитная реакция мозга на какое-то новое внешнее событие. Он может подумать, ой, опять какие-то мошенники звонят. Или, ой, опять что-то сейчас спаривать начнут. У меня и так все нормально. То есть человек еще не слышал самого предложения, он не знает сути и он сопротивляется. Как с этим работать будем разбираться. Есть второй вариант. Когда вы сделали презентацию продукта, рассказали про компанию, про продукт, донесли ценность вашего предложения и клиент вам говорит, ой, спасибо, нам это неинтересно, потому что. Либо нам ничего не нужно, потому что. В этом случае природа этой реакции совершенно другая. И работать с ней нужно по-другому. Теперь давайте разберем классные техники работы с этими фразами. Ну, давайте представим такую ситуацию. Вы позвонили клиенту в холодную и он вам с первых же секунд заявляет, ой, спасибо, нам ничего не нужно, нам это неинтересно. Техника называется «Я бы больше удивился». Что мы отвечаем? Алексеевич, вы знаете, ну, я бы на самом деле сейчас больше удивился, если вы сказали по-другому. Потому что сначала все так говорят, а потом забирают свои слова обратно, когда узнают подробности. Поэтому давайте мы коротко на эту тему пообщаемся. Если потом скажете то же самое, ну что ж, я наставить в любом случае не буду. Что происходит? Мы показываем клиенту, что мы на него ни в коем случае не давим. То есть мы делаем шаг назад. Алексеевич, вы знаете, я бы на самом деле сейчас больше удивился, если бы сказали по-другому. Потому что сначала все так говорят. Что мы делаем дальше? Мы подогреваем у клиента интерес. Мы говорим о том, что, Алексей Иванович, вы знаете, сначала все так говорят, а потом забирают свои слова обратно, когда узнают подробности. И теперь клиент начинает думать, так, всем становится интересно, все забирают свои слова обратно. А почему? И у клиента просыпается интерес. Ну окей, давайте поговорим, давайте узнаем подробности для начала. И после этого третий шаг. Алексей Иванович, давайте просто коротко на эту тему пообщаемся. Если потом скажете то же самое, ну что ж, я настаивать в любом случае не буду. То есть мы двигаемся дальше, но в то же время мы делаем это очень мягко. Это крайне важно. Следующая техника очень классно работает с негативными клиентами. Ну допустим, представим такую ситуацию. Вы позвонили клиенту, и он вам с первых секунд заявляет, что вы меня достали, хватит мне звонить, я на вас вообще в суп подам, уберите, пожалуйста, мой телефон из базы и так далее. Он прям ругается и кричит. Что делать в этом случае возникает логичный вопрос? Техника называется «Я такой же, как и вы». Суть техники в том, чтобы весь негатив клиента перевести в позитив и присоединиться к клиенту, показать, что я такой же, друг. Я абсолютно такой же, я сам так же отвечаю. Как это может звучать? Ну допустим, клиент ругается и говорит «Вы не понимаете, что ли? Я на вас в суд подам. Я вам сто раз уже говорил, убирайте телефон из базы, хватит мне звонить». Мы присоединяемся и улыбаемся. Алексей Иванович, слушайте, вот не поверите, я вот точно такими же словами всем сам отвечаю, когда мне звонят с разных компаний. Потому что, ну действительно, столько всякой ерунды сейчас предлагают. Это был первый шаг. Мы присоединились, мы показали, что я такой же, как и ты. Я сам всем точно так же отвечаю. Теперь второй шаг. Подогреваем интерес. Алексей Иванович, в нашем случае ситуация кардинально другая и всем становится интересно, когда узнают подробности. Это был второй шаг. Мы подогрели интерес. И третий шаг. Алексей Иванович, давайте буквально вот коротко на эту тему пообщаемся. Если потом скажете то же самое, ну что ж, я настаивать в любом случае не буду. В этом случае вероятность того, что клиент продолжит разговор, она будет гораздо больше. Ну как минимум вам клиент скажет «Ну ладно, что там у вас?». Это уже какое-то начало. Вот эти техники, они работают гораздо лучше, чем традиционные фразы из разряда «А почему так сразу отказываетесь?», «А я же вам еще ничего не предложил», «А почему вам не интересно?». Вот все эти фразы, они просто очень жестко срезают вашу конверсию. И работать с сопротивлениями в этом случае не получается. И разговоры заканчиваются. А если разговор закончился, значит и вероятность продажи, естественно, нулевая. Поэтому так делать не нужно. Используем грамотные профессиональные техники. Теперь давайте рассмотрим другую ситуацию, когда клиент вам говорит «Вы знаете, мне это не нужно». Либо «Вы знаете, мне это неинтересно». Уже после того, как вы сделали презентацию. Вот что можем ответить в этом случае? Есть замечательная техника, называется «Обычно так говорят». Что мы отвечаем? Алексеевич, вы знаете, ну обычно так говорят только в двух случаях. Когда не очень понятны выгоды работы с нами, либо когда нет финансовой возможности. Скажите, пожалуйста, вот какой случай фаж? И делаем паузу. И получив ответ от клиента, вы поймете, что с этим делать дальше. Он может сказать, что ну да, финансовой возможности нет. Это первый вариант. Значит, один алгоритм действий будет. Он вам может сказать «Вы знаете, ну да, мне что-то тут не очень понятно». Окей, другой алгоритм действий. Или клиент вам скажет «Да нет, просто, и появится какая-то другая причина, с которой и нужно будет работать». Или другой вариант. Клиент говорит «Ой, вы знаете, нет, мне это неинтересно». Мы отвечаем. Алексеевич, ну знаете, обычно так говорят только в одном случае, когда не очень понятно, что вы получаете в итоге за эти деньги. Поэтому давайте коротко в двух словах еще раз расскажу, что вы получите. Ну а дальше уже сами решите, иметь ли смысл, соответственно, в это инвестировать свои деньги. Либо третий вариант. Алексеевич, да, обычно так говорят только в одном случае, когда не очень понятно, как это работает в итоге. Поэтому давайте просто протестируйте продукт, поймете, как это работает, а дальше сами уже решите. Хорошо? Ну и так далее. Техника замечательная, пожалуйста, welcome, используйте. Ну и еще одна техника, которая очень классно работает с этим возражением, называется «Логично». Клиент нам говорит «Ой, ну, нам это не нужно». Мы ему отвечаем. Алексеевич, вы знаете, ну логично, что вам это сейчас не нужно, потому что до конца не понимаете, как это дело работает. Поэтому давайте сделаем так. Я оставлю наш продукт у вас, чтобы у вас была реальная возможность протестировать и понять, как это дело работает вживую. И если вы мне скажете через две недели, что вам это не нужно или вам это неинтересно, что ж, я наставить в любом случае не буду. Хорошо? То есть первый шаг. Мы показываем клиенту, что мы с ним ни в коем случае не спорим. Мы показываем, что мы на его стороне, что мы его понимаем. Алексеевич, ну вы знаете, логично, что вам это сейчас не нужно, потому что не понимаете, как это дело работает. То есть мы присоединяемся. И после этого договариваемся с клиентом на какой-то небольшой следующий шаг. Например, тестирование вашего продукта. И уже после того, как клиент сам лично убедится, своими руками попробует, он с гораздо большей вероятностью поймет, что да, это классная вещь, ее нужно покупать. Поэтому техника тоже очень классная. Пожалуйста, вам используйте. Коллеги, это был топ лучших ответов на фразы «нам это не нужно» либо «нам это неинтересно» по версии нашей школы. Если у вас есть какие-то свои интересные инструменты, свои наработки, которыми вам не жалко поделиться, пожалуйста, пишите в комментариях обязательно. Нам будет крайне интересно. Кроме этого, не забывайте, что мы занимаемся профессиональным обучением сотрудников отделов продаж. Поэтому, если вы менеджер по продажам, у нас есть замечательный видеокурс, который поможет прокачать ваши навыки и начать зарабатывать больше. А если вы руководитель, то у нас есть тренинги по продажам. Мы проведем в вашей компании замечательный тренинг, который позволит вашим сотрудникам стать более профессиональными. Ну и, конечно, начать выполнять план продаж. Кроме этого, коллеги, не забывайте, пожалуйста, что у нас есть классные бонусы в комментариях они уже вас ждут поэтому переходите смотрите забирайте увидимся до новых встреч